Приветствуй, дорогой друг! Добро пожаловать на третью встречу культа. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем. Как зародились кино и анимация на пресс-синема? Древняя Индия посреди Казани. Голливуд на казанской сцене. С 23 сентября по 27 марта в выставочном зале Манеж проходит выставка Пресс-синема. На экспозиции можно проследить путь становления кино и мультипликации самого появления теневого театра. Подробности в сюжете. Задумывались ли вы когда-нибудь над магией кино? Как устроен теневой театр и стереоскоп? В выставочном зале Манеж открылась интерактивная экспозиция уникальных приборов, которые привели к появлению анимации и кино. В зале представлено около ста уникальных для России экспонатов. Особенностью этой экспозиции является не столько ее оригинальность, сколько интерактивность происходящего. Интерактив организовывали кураторы выставки. Это мастерская, творческая мастерская о братьях Васильевых. Это полностью их концепция. И все интерактивы они собирали по точным копиям оригинальных экспонатов. Экспозиция выставки выстроена в хронологическом порядке, где образцы выставлены в зависимости от тематики. От первых теневых театров до первого коммерческого показа братьев Люмьер. Для людей, кто хочет ознакомиться с историей предметов, предоставляют аудиогид. Посетители смогут не только увидеть экспонаты, но и посмотреть, как они работают. А благодаря тому, что у каждого образца есть своя история, совершить путешествие во времени. Алия Кульборисова, Анастасия Афонина, специально для культа. В Национальной художественной галерее Хазине состоялась выставка, приуроченная к 85-летию народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина. Работы художника заняли 4 зала, что неудивительно. По словам искусствоведов, Абреку были по плечу все жанры и стили. В связи с отменой показа иностранных проектов, компания «Наше кино» решила снова выпустить в прокат золотую коллекцию фильмов Алексея Балабанова. Любители кинокартин «Брат», «Бра-2» и «Жмурки» смогут насладиться просмотром с 24 марта. Также Central Partnership вернет на экраны халопа «Движение вверх» и «Батю». Кроме того, в повторный прокат выйдут анимационные проекты студии «Мельница». График релизов меняется в режиме реального времени. 8 марта в Казани состоялся фестиваль индийской музыки и танца. Гости события насладились медитативной культурой Древней Индии, а также понаблюдали за исполнением танца в стиле фьюжн. О том, как выглядит Индия в условиях Казани, расскажет наш корреспондент. Фестиваль индийской музыки и танца 2022 в Казани. Здесь вы можете познакомиться с культурой классической индийской музыки. Вы сможете вживую услышать исполнение таких древних музыкальных стилей, как кавали, рага, а также смешивающие различные жанры фьюжн. Почему вы решили посетить данное мероприятие? Потому что попалась реклама, поэтому я пошла интересно послушать, посмотреть музыку, которая отличается. Было праздничное настроение, я увидела рекламу об этом событии, мы решили посетить. Мне вообще нравится индийская культура, индийские фильмы, люблю смотреть. Ну и решила посмотреть. Это был сюрприз от мужа. Я искал, куда пойти, но на сайте Казангоу нашел мероприятие. Как вам понравилась музыка индийская? Это отличается от того, что ожидаемо было, как в фильмах, поэтому, естественно, интересно. Интересно было посмотреть, послушать, увидеть. Очень понравилось. Это было так ритмично, зажигательно. Прямо особенно бой барабанов. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я не ожидала, что это будет так здорово. Мне еще понравилось, что там одна маленькая девочка была, она тоже там пела. Очень понравилось. Программу представит музыкально-танцевальная группа «Кайлаш». Мероприятие проходит в самом центре Казани в дату Международного женского дня 8 марта. Фестиваль могут посетить те, кто заранее прошел регистрацию. С вами были Анастасия Огородникова и Александра Соломатина. Специально для Курс. Ансамбль танца «Казань» представил на сцене театра имени Галиаскара Камала фрагменты из своей новой программы «Голливуд». В основу выступления легла идея о собирательном образе мечты разных народов. В ходе концертной программы зрители увидели танцевальные номера в различных жанрах. Даже певцы филармонии примерили на себя образ поп-айдола в современности. Настало время для рубрики «Рекомендасьон недели». На этой неделе редакция «Культа» предлагает вам ознакомиться с фильмом «Хорошие дети не плачут». «Хорошие дети не плачут» — нидерландская семейная драма 2012 года, снятая режиссером Денисом Ботсом по сюжету книги нидерландского писателя Жака Вринса «Восьмиклассники не плачут». Шестиклассница Эки не очень хорошо учится, но отлично играет в футбол, несмотря на мнение одноклассника Йоэпа, что футбол не для девочек. Их учительница Инна планирует организовать участие в футбольном турнире. Эки тоже хочет участвовать, но неожиданно ей ставят диагноз лейкемия. Любителям почитать на этой неделе мы рекомендуем книгу «Книжный вор». Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на Химельштрассе, Небесной улице. «Книжный вор» — не длинная история, в которой, среди прочего, говорится об одной девочке, о разных словах, об аккордеонисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском дручине и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг скармливать душу. Ну а тем, кто хочет отвлечься от суеты и от души посмеяться, предлагаем сериал «Чудотворцы». «Чудотворцы» — американский комедийный сериал «Онтология», основанный на новелле «What in God's Name» и на рассказе «Revolution» сценариста Саймона Рича. «Небесная канцелярия Бога» — это масштабный офис с множеством отделов и сотрудников, работающих в атмосфере цейтноты и многозадачности. Есть даже HR и напоминающий службу технической поддержки отдел обработки молитв. Именно его служащие, ангелы Элиза и Крейг, берутся за спасение Земли, когда приунывший Господь вдруг решает ее погубить. Теперь у ангелов есть две недели, чтобы соединить несоединимое, двух одиноких людей в пару, и доказать, что человечество вовсе не безнадежно и достойно существования. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Анастасия Афонина. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok